Игрок Локомотива в ЮФЛ-1 Вадим Маратюнян. Вадим, результат такой пограничный, потому что с одной стороны отыграли, с другой стороны явно во втором тайме бежали за победой. Как прокомментируешь игру? Ну, конечно, мы во втором тайме начали, ну, тоже агрессивно, и моменты еще были в первом тайме. Во втором тайме пересорились на три центральных, и еще больше моментов появилось. Ну, вот реализация хромает. Надо, конечно, реализовывать свои моменты. Очень хорошие были подходы. Но ведь не весь первый тайм вы доминировали. В основном прибавляли только в концовке. Почему до этого не получалось? Ну, у соперника было, может быть, в первом тайме больше сил, они все-таки у себя дома играют и начали агрессивно. Где-то в каких-то моментах надо было где-то упростить игру, через низ сыграть, в контроль. Не всегда получалось, соперник иногда накрывал. Но когда получалось, тоже хорошие моменты создавали. Во время паузы в первенстве над чем в первую очередь пытались работать? Над командными взаимодействиями. Все-таки мы слишком много пропускаем в этом сезоне, в отличие от прошлого. И старались еще наладить игру в обороне, чтобы меньше пропускать. И также много забивать. Что-нибудь сегодня из этого получилось? Ну, думаю, моментов больше создали, да. И думаю, было бы хуже, если бы не было моментов, но мы забили один. Спасибо, удачи. Вячеслав Вашкевич, главный тренер Локомотива в ЮФЛ-1. Вячеслав Андреевич, меня, как нейтрального, по сути, болельщика, эмоции пока не отпускают, потому что игра огненная. Какие эмоции по горячим следам у вас? Ну, понятно, что жалко, что не удалось вырвать, наверное, победу в концовке игры. Было два разных тайма с нашей стороны. В первом тайме соперник играл более агрессивно, активно и не давал нам контролировать мяч. Во втором тайме мы немножко поменяли схему игры, стали больше владеть мячом, как следствие, стали больше угрожать воротам соперника, что, конечно, не может нас не радовать. Но, конечно, проблема, будем разбираться, почему нам это не удалось делать с первых минут, играть в такой активный комбинированный футбол именно с начала игры. Но парни молодцы, перестроились и со сменой схемы продолжили оказывать давление на ворот соперника, делали это более качественно, не повезло или подвело индивидуальное техническое мастерство в завершение. А так, я надеюсь, если парни также будут продолжать играть дальше, надеюсь, что победы будут. В конце рисковали, пошли большими силами в атаку, едва не пропустили. Две контратаки хорошие были у Чертанова. Да, понятно, что когда мы бежим вперед, мы должны быть внимательны при контратаках. Но соперник понимает то, что мы лезем вперед большими силами и освобождаем большие зоны. Соперник, оправданно, тоже проводил их. Такая боюдо, острая интересная игра. У каждой из команд, я так понимаю, на концовку был свой план. Но закончилось сегодня ничейным результатом. Вы выпустили Болдырева, минут через 10 после этого крикнули «Богдан, переходим на вариант номер 2». Вот он что означал? Мы вышли на второй тайм по схеме, по той, которую мы играли в первом тайме. Мы просто поменяли двух игроков. Хотели посмотреть, насколько новые ребята будут активно себя вести. И насколько мы с новыми игроками сможем ли мы продолжать играть в нашу схему. Но, поняв, что мы не сможем каких-то дивидендов из этого извлечь, мы поменяли схему. Стоит ли ожидать, что с первых минут в следующем матче будет схема, которая неплохо работала во втором тайме? Вы знаете, во-первых, конечно, все зависит не только от нас, но и от соперника. Мы смотрим, как играет соперник. Во-вторых, я бы очень хотел, чтобы наша команда умела играть по разным схемам. И мы стараемся почти во всех играх менять схему по ходу игры. Конечно, мне кажется, это нужно для того, чтобы дети росли и понимали, как действовать при том или ином варианте. Спасибо, удачи! Константин Нечкин, голкипер Чертанова. Кость, ну, наверное, после Строгинской помарочки, после этого матча, можно окончательно сказать, что ты пришел в себя? Ну, как? Я все равно особо недоволен первым таймом с Ростовом, грубо говоря, привез. С Строгино неудачно сыграл, тоже привозил. Дай Бог, что бы дальше такого не было, вы как видите, сегодня более-менее получилось сыграть нормально. Если брать в целом по игре, а довольны сегодняшним результатом и содержанием? Ну, больше удачей нет, потому что, так сказать, игра была равная. Они могли выиграть, мы могли выиграть. Мы не забили в конце, они не забили, мы на 70-е. Так что, закономерно что-то было. Во втором тайме у тебя было много работы? Достаточно, так скажем. Какой настрой на будущие игры? Потому что ждут от Чертанова какого-то прорыва. Там приходится Корбуту даже после Строгино извиняться перед родителями, болельщиками. Какое настроение в раздевалке царит? Что говорит тренер? Будем настраиваться на победу, потому что нам честно, уже самим не по себе, когда мы идем на таком месте, хотя бы оказываем довольно достаточно хорошую игру. Будем исправляться, сделаем победу с ССК. Спасибо, удачи. Спасибо. Александр Шмаров, главный тренер Четанова в ЮФЛ-1. Александр Валерьевич, наверное, двоякие впечатления по сегодняшней игре, потому что и результат ни туда, ни сюда, и могли проиграть, и в концовке даже могли выиграть. Какие эмоции? Ну, как будто, знаете, вы сейчас за меня сами ответили на этот вопрос. Действительно, двоякие впечатления. В первую очередь, хотел бы отметить, ребят сегодня молодцы в обороне, довольно-таки организованно старались действовать в первом тайме. И во втором, в принципе, также ребята старались, да, где-то соперник пытался, там, за счет, опять же, своих каких-то взаимодействий, индивидуальных действий нас продавить. Но в целом играли довольно-таки надежно. Ну, и, естественно, конечно, в конце могли также, да, очень хороший момент был у Ваня Осадчева, перевернуть ход игры, результат игры в нашу пользу. Но сложилось так, как сложилось. Я считаю, что это, в принципе, закономерно сегодня. Как сегодня изначально, а постарались возместить потерю Белковского? Ну, есть, это конкуренция среди ребят. Макс сейчас, в данный момент, пропускал дисквалификации, соответственно, шанс получили другие ребята. Ну, в данной ситуации доверили Виталику Семену. В целом он абсолютно не подвел. Молодец, хороший матч провел. И отметился и голым, и помимо гола хорошие действия были на поле. Поэтому хорошо, что мы не зависим от одного игрока. Локомотив в начале второго тайма перестроился на игру в трех защитников. Как вы на это отреагировали? Какие перестроения принципиально произошли у Чертанова? Ну, да, обратили внимание, что насытили центр поля. В принципе, никаких коррективов не вносили. Также встречали соперника в среднем блоке. Но, к сожалению, как раз в момент перестройки и получилось у соперника забить нам гол. В принципе, мы и так просили наших фланговых нападающих сегодня помогать нам в обороне. Они это делали, старались, добегали. Но вот в одном эпизоде не доработали. Не только они, это взаимосвязь ошибок. С этого и получили мяч в наши ворота. Каких-то корректировок не вносили после перестроения соперника. Хотели все-таки от своей игры отталкиваться. Спасибо, удачи!